Доброе утро! Говорят, уже бирок свободных не осталось. Это издевательство над людьми, особенно над нами, пожилыми. Ольга Николаевна, советуем в следующий раз при возникновении любой проблемы, связанной с оказанием медицинской помощи по полюсу ОМС, незамедлительно звонить в свою страховую компанию. Стоматологическая помощь у нас ничем не отличается от любой другой помощи по обязательному медицинскому страхованию. Соответственно, записаться к стоматологу должно быть так же доступно, как и к своему участковому педиатру или терапевту. Плановая медицинская помощь по стоматологии должна быть предоставлена в течение 10 календарных дней. Если пациент обращается с острой болью, ему должна быть оказана медицинская помощь незамедлительно. Ответим еще на вопрос. Татьяна Анатольевна задает его. Скоро будут собирать деньги за капитальный ремонт многоквартирного дома. Распространяются ли на эти платежи субсидии за услуги ЖКХ? Нам и самим очень интересен данный вопрос, Татьяна Анатольевна. Давайте выясним. В соответствии с региональным законодательством, жилищная услуга «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет собственников жилого помещения», которая появится в питанциях за февраль 2015 года, подлежит субсидированию. По вопросам, связанным с расчетом размера стоимости данной услуги, рекомендуем обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Пермского края, отдел капитального строительства, телефон 236-2689. Не услышали ответ на свой вопрос, не переживайте. Ответ на него мы обязательно дадим в ближайших выпусках. А на сегодня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова